мы продолжаем изучать главу которая называется ахарей мод после смерти ахарей мод и сегодня у нас 25 глава мишлей мишлей так как сегодня 25 число месяц апреля и вот мы значит записывать видео начать запись все значит мы с вами продолжаем изучать тору для того чтобы понять понять как работает мир понять что бог от нас хочет раскрыть себе расширить врата восприятия потому что когда человек модели мира то у него или этот мир ограничен тем что он видит или он в этот мир пускает то что он знает и вот в зависимости от того насколько у вас четкое знание о мире это ваша модель мира или она работает или не работает и каждый человек своей модели мира он пытается достигнуть какие-то цели свои да в своей модели мира он себе говорит один говорит я хочу то другой говорит я хочу это и в итоге проживает свою жизнь или или реализовав свой потенциал свои возможности своей души или не реализовав и вот здесь конечно кому как повезет и кто какой выбор сделает потому что по большому счету мы же с вами выбираем что делать правильно те кто сегодня на урок пришли они выбрали прийти на урок а кто-то например а кто-то выбирает в это время что-то другое да и вот значит начали мы недельная глава ахаримот она рассказывает о том как посылает этого козла коза зелю козла отпущения вот отпустили значит отсылающий козла коза зелю должен выстирать одежды вымыть тело теплой водой водовыми не теплые после этого он может войти в стан значит все теперь дальше дальше идет о том как проходит вот этот вот день самый такой святой день шаббат шаббатов это называется йом-ки-пур как он проходит что делают священники значит и очень интересно потом да потом начинается перечисление перечисление всех грехов связанных связанных с запрещенными половыми связями то есть идет у нас вот такая вот идет смотрите как динамика вот есть значит есть день святости в этот день в этот день значит идет искупление грехов есть один козел который идет к богу да один козел который идет коза зелю на него сбрасывают все грехи и потом идет идет потом ритуал ритуальная часть как а как а значит идет вот этот вот день искупления и в конце идет перечисление грехов которые самые являются в торе самые считаются не скажешь они самые страшные да но они значит эти грехи я вам сейчас почитаю чтобы вы знали о чем идет речь чтобы было понятно значит и сказал бог муж я говоря скажи с нам израиля скажи им что я бог всесильный ваш вообще в не скрыт огромный смысл потому что бог творец мироздания это как душа человека а всесильные всесильные это законы по которым двигается это все мироздание и бог говорит смотрите что я и внутри вас я и снаружи вас и все мироздание это я и дальше продолжает он значит как делали в земле и едипицкой в которой вы жили не делайте но тассу не делайте и как делают земля к наанской куда вы сейчас приходите земля к наанская в которую я привожу вас туда не делайте как принято у них как у них их постановления по им по их законам не ходите от мишпатай тассу бог говорит делайте мои постановления мои суды делайте и мои законы соблюдайте ходить по ним я бог всесильный ваш и за сохраняйте запоминайте сохраняйте мои постановления мои законы которые будет делать человек вахай баэм и он будет ими жить все законы бога это законы жизни они как раз если мы посмотрим на любую заповедь то она дает человеку жизненность она дает человеку она соединяет людей она делает добро то есть все законы бога это законы соединяющие и законы жизни живи ими я бог то есть вот тут очень это интересная связка да что живи этими законами я бог нет такого что я бог но нет законов да то есть вот меня умиляют просто серьезно это я может быть каждый рог об этом говори но я это очень главный принципиальный признак принцип когда говори человек я верующий я в бога верю есть творец есть создатель есть вселенная есть мироздание она добрая верю верю что есть высшая сила все я верю отлично но но в религию нет религия нет как же ты веришь тогда я на это отвечал есть один очень мой любимый ответ я могу это знаешь такому человеку а я говорю вегетарианец но я мясо и он говорит смысле сердце вегетарианец я вот реально прям он он заработал смотрите телеграм работает отлично с компьютера поэтому если вдруг прерывается трансляция фейсбуке пожалуйста внизу и ссылочка на телеграм по этой ссылочке зайдите подпишитесь у вас всегда будет и запись и аудио запись урока и послушать можно может быть хуже качество чем фейсбуке не может быть а точно чуть хуже качество чем фейсбуке но зато не прерывается хорошо значит бог сказал бог сказал живите моими законами теперь дальше а что что за законы что это за закон и дальше идет идет перечисление ишь ишь эль коль шер басаро лотти криву лига рот и рва они аши значит никто не должен приближаться к сексуальными отношениями к своим родственникам то есть запрещено вступать в сексуальные отношения с родственниками и дальше идет перечисление с папой с мамой не вступай значит жена твоего папы с ней нельзя значит лотти гале эрват а виха с папой еще раз тоже нельзя значит а сестрой дочка твоего отца нельзя и с дочкой твоей мамы нельзя даже если та сестра по одному из родителей нельзя значит дальше дочка твоего сына с внучкой нельзя дочка твоей дочки нельзя значит а дочку жены твоего отца нельзя значит ну и так далее идет перечисление всех родственников я сейчас не буду перечитать тут больше тридцати разных вариаций больше тридцати разных вариаций да с тетей нельзя с невесткой нельзя с женой сына нельзя значит женой брата нельзя женщина ее дочка нельзя ну и так далее ну то есть вообще вы лишь а из женщиной когда у нее и и месячный нельзя значит значит лоди тенли аверли молох дальше идут какие-то законы и дал поклонство из твоего потомства не давай перевести перед идолом молых это какой-то был там через огонь их переводили и не а без и не оскверняй имя бога твоего всесильного я бог с мужчиной прям конкретно написано вот давайте прямо написано 22 отрывок вэд захар лотишкаф с мужчиной лотишкаф с мужчиной не ложись мешковейша как ложатся женщиной мерзость это значит бог сказал что нельзя значит с животными нельзя не нельзя не их как бы не не в активной форме животными нельзя не в пассивной форме животными нельзя не оскверняйся всеми этими что всеми этими осквернялись народы которых я отсылаю перед вами то есть на населяли тогда тогда жены значит секундочку сейчас мы на это посмотрим землю израиля населяли тогда народы которые которые именно это все делали из-за того что земля наполнилось их греков то они были высланы из этой земли и значит соблюдайте эти законы и не делайте это все то что перечислено теперь возникает вопрос да нормальный человек будет это делать или не будет как вы думаете и и дальше написано что будет искорена искоренена то есть будет отрезание души которая это делает из среды народа и соблюдайте моими шмарта с моим мои предостережения чтобы не делать значит эти всемирские вещи яблоки сильно ваш значит давайте подумаем что он что мы сейчас прочитали и зачем это читают каждый емки пур каждый емки пур это читают прямо в чтение торы во время емки пура читают вот эту вот главу как раз про все вот эти вот извращения да мы любой нормальный человек сейчас скажет извращение вот тарас говорит обычный человек будет нет вот смотрите первое что нужно учитывать что люди жон можно было официально можно было много жон то есть сколько ты можешь содержать официально столько и было то есть нужно понимать что есть духовная структура мира и есть эпохи эпохи во время ну как как мир развивается духовные законы остаются одними и теми же но их проекция на этот мир чуть-чуть может меняться вот например вопрос да мир спрашивает сколько же он разрешалось давайте вернемся в тот период да когда была донатора три тысячи триста тридцать четыре года назад люди были тогда дикие то есть была более дикие люди чем сегодня однозначно в плане более близкие к природе к природе то есть у человека есть сейчас ученые это доказали три мозга то есть нам кажется что у нас есть один мозг а ученые сейчас доказали что есть три они три разных с разными функциями есть мозг который называется мозг рептилии этот мозг инстинктивный мозг который отвечает за сохранение жизни в нем запрограммированы все инстинктивные функции рефлексы и так далее и одна из главных инстинктов это инстинкт продолжения рода инстинкт самосохранения выживать это главный инстинкт и когда бог давал заповеди ведь помните вот мы только с только что прочитали я даю вам заповеди и человек будет жить ими то есть эти заповеди они для жизни поэтому опасность для жизни отменяет практически все заповеди только три заповеди нельзя нарушить в момент когда есть опасность для жизни три заповеди всего остаются тут сказала тора что умри но не наружь все остальные заповеди есть опасность для жизни tora говорит заповеди в сторону живи выживание это главное теперь значит для выживания человеку нужна еда и человеку для выживания нужно защита чтобы его никто не убил и для выживания чеку нужно продолжение рода значит продолжение рода Теперь, сейчас мы живем, слава Богу, в эпоху, когда государство берет на себя защиту слабых своев населения. Есть полиция, есть закон, есть суд, значит, как бы стараются защищать. Женщин очень сильно сейчас защищают, детей защищают. То есть на сегодня мы живем во время, когда государство практически во всех странах защищает женщин и детей. Раньше, когда были вот эти вот дети и люди, такого не было. Женщины были бесправные, вообще просто они были люди второго сорта. Теперь эти женщины, которые были люди второго сорта. Почему они были второго сорта? Потому что в то время, что ценилась физическая сила. До индустриальной революции, когда изобрели там двигатели, электричество и так далее, то люди, чтобы выживать, они пахали землю, они охотились. То есть ценилась больше всего грубая мужская сила. И мужчины властвовали над женщинами. То есть было мужчины сильнее, женщины слабее физически. Женщины плюс, они беспомощные, рожают детей. Поэтому в то время был вот этот вот закон, что нужно продолжение рода. Чтобы этот закон реализовать, то мужчина, у которого была сила, деньги, власть, много детей, он женился на многих женщинах. Потому что он мог их содержать. И для него было принципиально важно оставить большее потомство. Потому что это потомство, они вместе могли защищаться против других детей, варваров. И получалось, что в то время было можно жениться несколько жен. Это было хорошо женам, это было женщинам, было хорошо детям, это было хорошо мужчинам. То есть был вот такой вот, вот такой вот был в то время реализация духовного закона, продолжение рода. Потом, когда уже изменилась ситуация, то сейчас принято иметь одну жену. Где-то принято четыре, неважно. Но, теперь вернемся дальше. Люди были, дети грубые, и главное для них было выживание. Вот для них еда, это было вообще просто... Не было же холодильников, не было вот этих вот больших полей, комбайнов. То есть люди жили постоянно в проголоде, постоянный голод, зависимость от погоды, от там, от всего, да. Да. И, значит, это первый фактор, который надо учитывать. Второй фактор, который надо учитывать, у людей в то время, чем более человек близок к животному, то если вы посмотрите, животные, когда у них наступает период гормональный вот этот, надо размножаться, включается этот инстинкт, они, ну, просто думать перестают. У нас коты живут тут на балконе, да. Эти коты, они, реально у них есть кровосмесительные связи. То есть мы уже несколько поколений этих котов наблюдаем. Эти коты не смотрят, кто чья сестра, кто чей там сын и так далее. То есть эти коты, они абсолютно не обращают внимания на вот эти вот все нюансы, кто кого родил. Мне кажется, что они не помнят. То есть в момент, когда кошка рожает, у нее есть с этими котятами какой-то у нее инстинкт, включается какая-то близость. Потом, когда они вырастают, то они уже друг друга и не помнят. Кто там их мама, кто не мама. Теперь у людей было то же самое. То есть вот эта животная часть, которая есть в человеке, мозг рептилии, мозг млекопитающего, это второй мозг. И мозг человека, это третий мозг, да, интеллектный кортекс, где есть речь, речь и выбор. Это три как бы разных составляющих мозга человека. И получается, что в то время, когда была донатора, они были инстинктивно намного ближе к животным. И для нас этот, может быть, вопрос сегодня не так актуален, но они когда видели вот так вот, ну просто то, что шевелится у них гормоны, им не важно было, кто это, они как бы срывались с катушек. Представляете, какие они, что у них за жизнь была, точно вот как животные. Поэтому Тора очень актуально на то время говорит, что этого делать нельзя. Что главное, это то, что человека, то, что человека... То, что человека ведет против Тора и против духовности, это в основном вот этот вот мозг рептилии, инстинктивный мозг. И Маше Рабейну, Моисей, когда он, Бог его посылал выводить еврестий народ и начал с ним коммуникацию, да, Бог с ним начал коммуникацию. Маше говорит, почему я, я не хочу, есть Аарон, он лучше, чем я, все, я не пойду. И Бог ему говорит, брось посох на землю, он бросил, посох превратился во что? В змея. И Маше Рабейну вначале испугался, Бог ему говорит, схвати его за хвост. Он схватил его за хвост, змей превратился в посох. Это как раз был символ того, что Маше Рабейну, он преодолел свою вот эту вот инстинктивную природу. Он был сильнее, чем его инстинкты. И человек, который развивается, идет по ступеням развития духовности, то есть, если мы скажем, что человек это уже полностью законченное творение, это будет неправдой, потому что рождается маленький человек, он не может даже двигаться. Дальше человек развивается, развивается, развивается. И вот когда он уже большой, там ему 20 лет, а если он еще никогда не учился, он, допустим, никогда ничему не учился, он уже развитый, он недоразвитый, ему нужно научиться разговаривать, читать, писать и так далее. Теперь, когда он научился читать, писать, он развитый, он тоже недоразвитый, если он не умеет сдерживать свои эмоции, если он не умеет правильно относиться к людям хорошо, если у него нет профессии, он тоже недоразвитый. Дальше, а если у него есть профессия, если он умеет хорошо культурно разговаривать с людьми, Он что уже, все дошел до пика? Тоже не дошел до пика, он тоже недоразвитый. Почему? Потому что есть вот этот уровень реализации души, которая душа человека требует того, чтобы он выполнял вот то, что Бог назвал заповеди. Это ты делай, вот это повелевающие заповеди, а это ты не делай, это запрещающие заповеди. И так Бог сделал, что то, что нельзя делать, тебе делать хочется. И ты хочешь есть некошерную еду, ты хочешь заниматься запрещенными связями, ты хочешь получать удовольствие и ничего не делать, лениться, например. То есть тебе хочется делать то, что тебя ведет твой инстинкт, твое животное, и не хочется делать то, что надо делать заповеди. А что надо делать заповеди? Давайте посмотрим. Молиться ходить три раза в день, фили надевать, сделать обрезание мужчинам. И религиозные евреи, у них очень регламентирована именно сексуальная сфера. С чужими женщинами нельзя даже в закрытом помещении оставаться. Женщинами чужими нельзя даже трогать их, нельзя трогать. Вот если вы встречаетесь с религиозными людьми, они друг друга даже не трогают. Это был известный случай, когда этот самый американский Байден, Байден, он тянул руку, тянул руку с женщиной там поздороваться. В Белом доме есть какая-то женщина религиозная, харидимная, ортодоксальная, которая поднялась до каких-то ступеней администрации, и он к ней руку тянет. А она не трогает его? Нельзя. Ну, казалось бы, он Байден, ему 80 лет, но дай ему руку. Нельзя. Потому что если ты ему даешь руку, дальше у тебя наступает момент вот этот, ты каждый раз должен принимать решение. Давать руку, не давать руку, давать руку, не давать другу, чтобы было у нас, значит, для возвышения души Илья бен Владимир, чтобы было ему шее нишматот, срора бен нишматохаим, чтобы душа его была привязана к душам праведника, и, значит, чтобы у него было там, алия, легкое поднятие. И это как раз то, что вот сейчас Ганна Ржиховская написала, что ушел, значит, сводный брат Илья бен Владимир. Значит, получается, что человек, когда уходит из этого мира, вот это и наступает момент истины. Или ты душу свою подготовил, и ты, это третье рождение, или ты остановился на том, что ты получил профессию, получил, там, выучил алфавит, таблицу умножения, и научился каким-то, ну, простым каким-то правилам поведения, и все. Это вот вопрос, на каком этапе человек останавливает свое развитие. Хорошо, значит, это мы поговорили про Ахарей Мод, завтра продолжим. И чуть-чуть сейчас у нас 25 апреля, 25 глава притчи царя Соломона. Выберем сейчас один какой-то отрывочек, но я вам советую каждый день, каждый день прочитывать какую-то главу. Каждый день прочитывать какую-то главу. Вот сегодня 25 главу, надо ее прочитать, изучить. А я буквально сейчас один-два отрывочка вам прочту, чтобы мы поняли, какая там глубина колоссальная. А сейчас... Так... Сейчас... Ну вот, например, хороший отрывок, который чисто такая жизненная мудрость вообще. Не выделуйся перед царем, по-простому, да? Альтит Адар это... Ну, не выделуйся, по-простому. Перед царем. Убимком к долим альтамот. И в месте, где собираются большие люди, не стой там. Значит, очень жизненный совет, очень жизненный совет. Приведу пример. Например, лет... Это было, наверное, лет 15 назад, 15-20 лет назад. Ходорковский, самый богатый человек России. Он, значит, решил, что раз он самый богатый человек в России и подумал, что он самый умный. Он начал тогда выступать против власти, да? То есть, сказать, что... Я всегда говорил, что в России власть не демократическая. Что там тоталитарный режим. То есть, Путин захватил власть. Ну, когда он пришел к власти, он ее захватил. Это не было демократические выборы вообще. То есть, его никто... Я тогда уехал из России. Никто его не знал. Он был подполковник АГБ, который носил портфель за Ельциным или за этим Собчак, да? Он был его охранником. И, значит, просто власть имущая, они его поставили царем через взрывы домов. Там вот эти все были. Ну, бандиты. Бандиты управляли в то время, когда распался Советский Союз. Власть захватили конкретные бандиты. Вот я же жил тогда, 90-е годы. Я помню, что после 92-го года распада Советского Союза конкретно правили лет... Ну, вот до 2000-х годов правили конкретные бандиты. А потом бандиты поставили ФСБ. Или ФСБ поставили до этого бандитов. Не знаю. Но это не было демократией никогда. И вот здесь написано. Чем отличается царь от демократически избранного президента или премьер-министра? Демократически избранный премьер-министр, он подчиняется народу, подчиняется суду, подчиняется парламенту. То есть, есть какая-то уравновешенность во власти. Царь, он единоличный правитель, которому он никого не слушает. И царь, чем он занимается царь? Он царь или глава банды. То есть, царь это равно глава банды. Раньше же, кто становились царями? Бандиты. Те, кто были самые сильные, они становились царями. Я говорю про обычные вот эти вот мелкие княжества там и так далее. То есть, самый сильный бандит, он захватывал власть. И дальше он защищал народ от других бандитов, которые нападали. Это называлось царь. Так, перед царем нельзя выделываться. Почему? Потому что у царя самое главное, это как такой альфа-самец, который глава стаи обезьян. Самая сильная обезьяна, или самый сильный там волк, или лев. Он видит, кто-то выделывается. Он сразу, бей своих, чтобы чужие боялись. Он сразу тебя хлопнет. Убивком к долим альтамоты. Не стой рядом с к долим. Те, кто большие, имеется в виду, те, кто бьются за власть. Они, значит, те, кто бьются за власть, страшные люди. Вот совет Ходорковский тогда, он что-то не то сказал, 10 лет тюрьмы. Навальный не то сказал, 15 лет тюрьмы. То есть, ну, надо понимать, надо понимать, что если ты идешь на царя, царь, он все сделает для того, чтобы остаться на верхушке. Если надо, он вырежет пол страны. Но это не, как сказать, это не демократия, да, когда в Израиле сейчас вышли, миллион человек вышли. Не нравится им премьер-министр, парламент. А им не нравится. Они вышли и сказали, нет, мы вот представляем проигравшую половину. Но нас много. Мы не согласны. Это демократия. Хорошо это или плохо, но это не царская власть. Дальше. Вот классный тоже совет такой жизненный. Восьмой отрывок, 25 главы. Не начинай ссориться быстро. Не начинай сразу ссориться, дословно переводится, да. Значит, подумай, что ты в конце будешь делать. Когда тебя опозорит твой ближний. Значит, здесь это, ну вы можете обратиться к своему жизненному опыту. Я думаю, что нас слушают опытные люди. Вот начинается ссора, да. Я говорю там, например, ну вот кому-нибудь, не знаю, из родственников. Я говорю, вот ты там сделал что-то не так. А он говорит, а ты? Ну что я тебя не знаю, ты на себя посмотришь, что ты сделал, как ты сделал. И пошло-поехало, пошло-поехало. Если люди слышат вокруг, то получается, что я выиграл от ссоры? Ничего. То есть я начал ссору. В этой ссоре меня же еще и опозорили. Что, какой выигрыш? Большинство ссор, большинство обид, большинство конфликтов, к сожалению, они не читали то, что сказал царь Соломон. В ссоре не рождается истина. В споре не рождается истина. Это чистая, обман. В споре рождается ссора. В ссоре рождается конфликт. Каждый старается защитить свою позицию и обидеть другого. Все, вот что рождается в спорах, в ссорах. Как этого избежать? Наверное, дальше написано в других главах, в других отрывках. Наверняка написано, что вместо этого надо делать. Потому что Тора нам предусмотрела две опции. Что нельзя делать и что надо делать. Сур, мира, отодвинься от зла и делай добро. Что мы узнали сейчас из Мишли? Давайте подведем итог. Мы узнали, первое, не приближаться к власть имущим. Не приближаться к тем, кто имеет власть. Потому что особенно перед ними они, то есть их, как всем вокруг, рога обломать. Поэтому с ними лучше не выделываться. Второе, что мы выучили, что лучше не ссориться с близкими, с ближними. Потому что подумай, чем это закончится. Причина ссоры часто, чаще всего, она близко не стоит того вреда, который из нее может выйти. Поэтому лучше не ссориться. А что делать? Лечить Тору, делать добро. И все будет хорошо. Все в заслугу, чтобы того, что мы учим Тору, изучаем Тору, стараемся выполнить волю Всевышнего, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. Чтобы есть такой закон, тот, кто молится за ближнего, тому отвечает в первую очередь. Поэтому Дамир, он молится за нас очень сильно, за всех, чтобы мы все стали богатыми. И очень много денег могли на благотворительность, на цдаку выделять. У меня сегодня, кстати, по еврейскому календарю 4-го ияра, у меня день рождения как раз сегодня. А в день, когда день рождения, 4-го ияра, ну, вернее, в любой день, когда у человека день рождения, есть такое, сказал Любавич Стеребе, что у него есть сила благословлять. Так у меня сегодня огромная сила благословлять, значит, я благословляю вас, чтобы Бог услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. Все, о чем вы молитесь, о мире, о здоровье, все добрые, хорошие, благополучие, дети, родственники. Значит, все, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и дал на них ответ. Это мое вам благословение. И, значит, все, говорите амень. И говоря так, благословляющий будет благословлен. Значит, вы меня тоже тогда благословите. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Миру мир, до мир. Все, чтобы все стали очень богатыми. И эти деньги принесли добро. Добро, добро вообще, чтобы именно все хорошие, даже не так, чтобы все хорошие и добрые люди, чтобы им Всевышний дал деньги. Удачи, успехов, счастливо.